Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в США. В этом видео хочу рассказать, как можно изменить статус на основании трудоустройства для тех, кто уже подал заявление на политическое убежище, кто стоит в старой очереди, кто довольно долго ждет первого вызова на интервью. Добрый день, друзья! Я хочу сообщить, что у вас есть возможность изменить свой статус на основании трудоустройства, если вы заслужили доверие своего работодателя, если вы являетесь ценным сотрудником, и он готов вас спонсировать, подписать иммиграционную петицию за вас, то есть поручиться, что вы ему нужны как сотрудник, то можно оформить вам постоянное место жительства, по иному известное как Гринкарту, на основании трудоустройства. В зависимости от того, какую позицию вы занимаете, и в зависимости от вашего уровня образования, это может быть иммиграционная программа ИБИ-3, которая предназначена для абсолютно всех людей в любой позиции, с любым уровнем образования, и если у вас образование высшее на уровне магистратуры, или есть какие-то определенные таланты, то можно рассматривать иммиграционную программу ИБИ-2 или ИБИ-1 и прочее. Что для этого требуется? Во-первых, требуется работодатель. Вам надо поговорить, что если работодатель согласен начать процесс, то тогда уже дальше можно будет обсуждать. Что требуется от работодателя? Нам часто задают вопрос, окей, прежде чем спрашивать у работодателя, человек хочет знать, чтобы описать полную картину, что требуется. Но, конечно, требуется компания. То есть многие ведут бизнес как ИП, это не подойдет. Нужна зарегистрированная компания, чтобы показать бизнес-структуру. Далее, у компании должна быть финансовая возможность продемонстрировать, что она в состоянии платить рыночную ставку труда своему сотруднику. Если человек работает, он, очевидно, получает зарплату, работает не бесплатно, и очевидно, что эта зарплата более-менее в рыночной категории, так как конкуренция в США большая. То есть это надо будет продемонстрировать для иммиграции. Ну и последнее, что человек является ценным сотрудником для компании, это уже в основном работа адвоката. Если такие критерии существуют, то можно подать иммиграционную петицию на основании трудоустройства, выбрать правильную категорию для определенного человека и получить документы, не дожидаясь интервью по политубежищу. Если у вас есть вопросы, звоните, пишите, с удовольствием поможем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!